Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как писать сирень. Для этого нам понадобятся краски, растворитель, набор кистей. Я буду пользоваться вот такого размера кисточками. Начинаем рисунок. Для начинающих художников рекомендую краску для рисунка Глауконит. Это лисировочная красочка, которая легко стирается растворителем и не будет потом мешать всплывать с лежащих слоев в верхние. Первая композиция. Намечаем границы нашего букета так, чтобы... Я хочу так, чтобы сиренька не вылезала за края, но было довольно таки плотно. Возьму кусочек вазочки здесь. Букет у меня широкий, я расположила по горизонтали. Теперь главный герой. Мой главный герой будет вот это соцветие. Намечаю листочки. У меня уже сирень опустила свои листики, она довольно быстро это делает. Фиолетовая гроздь. Белая. Листики. Я не прорисовываю отдельные цветочки, там какие-то детальки. Сейчас я намечаю общие массы. Так. 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 Веточка. На веточке листик. Можно проговаривать для себя, что вы рисуете. Это помогает. Вот здесь у меня листочек. Дальше. Масса плотной-плотной сирени по тону плотной я имею ввиду. И здесь еще веточка. Ну вот, основные моменты намечены. Композиция понятна. И можно кое-что уточнить. Что бы мне хотелось уточнить. Например, вот у нас гроздь переднего плана. Первая, вторая гроздь и там кусочек третья виднеется. Осталось вот столько места внизу. У нас есть два варианта. Ну, первый вариант это оставить так, чтобы у нас тут была тряпочка. Будет такой компактный букетик. Но можно чуть-чуть, конечно, и расширить эту сирень, чтобы она как бы выступала из формата. Тут уже личный выбор каждого художника, как ему больше понравится. Ну, вот я, конечно, люблю плотные композиции, когда немножечко букету тесно в листе, то есть в формате. Как бы у нас подчеркивается, что сирени много, какая она богатая, пушистая. Вот я сейчас, наверное, шутку ее увеличу, распространю, опущу вниз побольше вот эту ветку. Соответственно, переедет у меня немножечко вот эта ветка. Вот эта веточка. И гроздь я тоже чуть-чуть увеличу, просто пусть будет побольше. Здесь первая сиренька, вторая сиренька. Ну вот, сделала чуть побольше. Теперь я убираю, чтобы не запутаться ненужные линии. У меня кисточка эта, как стирка. Она с растворителем. Очень быстро, легко стирает. Вот. Ну, я думаю, что не запутаюсь. Остальные уточнения рисунка и листочков я уже проведу в живописи. Тут надо учитывать, что важна скорость в нашем этюде, потому что все-таки модель не терпит промедления. С чего я буду начинать писать? Можно начинать по-разному. Каждый художник экспериментирует и приходит к какой-то схеме, в конце концов, более удобной для него. Ну вот, к какой схеме более удобной для меня пришла я. Это, наверное, лисировка в начале у меня будет на цветочках. Опять же, повторюсь, это не обязательно. У каждого художника свои схемы. Но мне удобно прокрыть сейчас цветы кобальт фиолетовый светлый. Потом эта подкладка может где-то остаться у меня. Я добавила туда немножечко королевской голубой. Мне нравится этот этап, как здорово течет краска. Есть в этом какое-то акварельное удовольствие. Потом задний цветочек у меня плотнее, я могу его плотнее закрасить. Тоже добавлю королевской голубой. Мне сейчас совершенно не важно какие-то детали. Это просто я закрываю основные массы цветов без подробностей. В общем... Так... Поехали. Мне никогда не теперь я также закрашу фон может быть немножечко погуще потому что фон я уже не собираюсь переделывать может быть это и понадобится в конце что-то усилить что-то обобщить но я стараюсь делать так чтобы к фону больше не возвращаться сейчас у нас освещение из окна значит свет холодный тень теплая вот тень на моей тряпочки я смешала неаполитанскую неаполитанскую телесную охру красную и добавила еще немножечко кадмия пурпурного вот сейчас добавила растворитель я люблю чтобы была такая легкая прозрачная фактурка на фоне постепенно из света и из из тени теплый переходим в холодный свет добавила чуть-чуть ультрамарина белил побольше потом вот сейчас кадмий красный светлый не получился холодок сейчас беру белила и добавляю кадмий красный светлый растворитель красочка консистенции сметанки она у меня и не течет и легко размазывается тут у меня блик на ткани сразу его сделаю посветлее и дальше опять моя тряпочка заворачивает в тень то то есть она снова теплеет здесь немножечко свет пока у меня на кисти свет я его использую и здесь тоже погуляю по всему хвостику посмотрю где он откликается так здесь кадмий пурпурный с белилами плюс охра вот он постепенно теплеет холодного делаем растяжку и потом тоже меняется этот угол получается сейчас самый светлый этот угол получается сейчас самый темный кадмий так нет это охра красный охра красная туда же кадмий красный светлый и немножечко кадмий желтый средний и здесь воспользуюсь тут довольно плотный кусок хочу сделать тоже себе плотный кусок это выведет контраст светлых листиков сирене подчеркнет свежесть и тут какая-то складочка более розовая добавлю кобальт фиолетовый светлый нежная пусть будет у меня тоже нежная складочка сверху 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 у нас здесь свет значит кадмий кобальт фиолетовый светлый и а и а и и и и и и Вкладочка Вкладочка Тёпленькая Тёпленькая тень Вот Как-то так У нас получилось Здесь закончилась драпировка Тут у нас дырочка Дырочка Ну и возьму, закрашу её Дырочным цветом Беру Петербургскую Серую Ну тут Подошла бы, в общем, любая Незначительная красочка Вот, фон закрашен Залисированные Залисированные Соцветия Теперь Тень Начинаем Писать букет с тёмных С теней С теней Можно начать с листиков У меня будет У меня будет в тени И Добавлю-ка я Кобальт фиолетовый Кобальт фиолетовый Тёмный Купила новую краску Брауберг Фиолетовая Тёмная И она Очень Ядерная Удивляюсь я Её ядерность Я ещё не совсем Привыкла Так Вот я набрала На кисточку Этот Тёмный Тёмный Самый Тёмный Зелёный Где он у меня будет Так Хочется мне добавить Немножечко изумрудного Получился Очень Тёплый Излишне Тёплый Немножко Малахитовый Зелёный Добавлю Ещё Веридоновый Ещё Изумрудный Для нужной Консистенции Для нужного Цвета Нет Это Получился Очень Изумрудный Ещё Веридоновый Так Вот Листик Листик Угу Без Без деталей Я пока Намечаю Эту листву Я Её Стараюсь Увидеть Такой Массой Обрамляющей Как Перстень Обрамляет Камень Вот Также Это Зелёные Листва Обрамляет Сирень Как Драгоценность Ещё Добавляю Веридоновый Веридоновый Дальше Жёлтенький Кадми Жёлтый Средний У меня Вот Эта Веточка Раз Листочек Два Листочка Тут Красиво Он Светится Такой Золотой Золотой Просвет Кадми Жёлтый Целень Я Уже Сказала Здесь Тоже Светится Здесь Кадми Жёлтый Добавим Вот Как засветился Краешек Листа Выворачивается Здесь Тоже Краешек Листа Яркий Светится Немножко Перепутала Вот Он У меня Повыше Вот Он У меня Повыше Так И Как меняется На этих Листочках Зелень Добавляю Малахитовый Зелёный Красивая Разнообразная Зелень У сирени Здесь Немножечко Неаполитанской Телесной Вот Как-то Намечено Уже Немножечко Написано Немножечко Фон Немножечко Листиков Теперь я хочу чуть-чуть уточнить тени на сирене, сформировать объём. Я тоже делаю это в общем, без подробностей. У меня охра красная на палитре, кубольт фиолетовый светлый. Не забываем, тень тёплая, немножечко охры. И рядом вот с этим листочком, вот у меня эта гроздь. Королевская голубая. Кисточка большая, смотрите. Никаких мелких цветочков я там не вырисовываю. Ещё королевская голубая. Неаполитанская телесная. Чуть-чуть белила. Ну и здесь, наверное, тоже белил побольше. Неаполитанская телесная. Переходим на соседку. Добавила чуть-чуть малахитовый зелёный. Малахитовый зелёный и кубольт фиолетовый светлый. Такой оттеночек получился приятный. Формируется одна гроздь, формируется другая гроздь. Цвета остаются подмалёвком, лисировкой. А тени вот я закрашиваю. Добавляю похры. И что у меня получается? Теплинка. Дальний цветочек. Кобальт фиолетовый светлый. Ультрамарин. Белила. Очень светлая беру. Ещё капут морту темный. Мои ученики знают, что это моя любимая краска. Да. Очень мне она нравится в портретах в сочетании с белилами. Замечательная красочка. Вот ядерный фиолетовый чуть-чуть беру. Браубергский. Не то, чтобы она мне понравилась, эта краска. Наша петербургская мастер-класс или ладога. Всё-таки она поделикатней, подприятней. Больше не буду покупать. Но то, что купила, использую. Тоже найдётся применение. И ещё купила краску фиолетовый хинокридон. Выглядит она в тюбике или выдавленная колбаской. Она выглядит как краплак. Но в сочетаниях с белилами, такие розовые какие-то и яркие, и приятные оттенки. Мне она понравилась очень. Значит, я добавляю фиолетовый хинокридон и капут мордовым тёмный. И пишу самую тёмную кисть сирени. Так, между листиками, вот, у нас эта тёмная сирень. Как такая тёмная ночь. Красивая. Ещё немножко капут мордовым, ещё хинокридон. Краплак я не люблю. И для начинающих художников советую вообще его не использовать. Почему-то начинающие художники очень часто им злоупотребляют. И потом всё в этом краплаке. Он вылезает из нижних слоёв. В ограниченном количестве, в разбель, в лессировке. Он, конечно, очень тоже хороший. Нет вообще, наверное, прям однозначно таких никудышних красок. Но почему-то некоторые краски становятся паразитами. Особенно в сознании начинающих авторов. Также не советую пользоваться фэцешными красками. Бывает зелёная фэцэ, синяя фэцэ. Не берите сначала. Чёрные краски тоже иногда вредят. Хотя, если в ограниченном количестве, чёрные, например, с жёлтыми, даёт очень зелёный такой болотный и приятный цвет. Вот. Ну, как-то так сформировала основные соцветия. Пусть сюда вот у меня вылезет. Ага. Сформировала. Что теперь? Ну, теперь я листики попишу. Видите, я пишу в общем. Цветочки, листочки. Листочки, цветочки. Пока я не зацепляюсь ни за какую деталь. У меня пока не закрашены дырочки холста. Я занимаюсь, собственно, закрашиванием. Белых мест. Буду писать свет на листиках внизу. Возьму малахитовое зелёное, изумрудное, белило. Малахитовое зелёное тоже новая красочка. Недавно я её купила, и она мне понравилась. Я думаю, что можно и самому её намешать. Из изумрудки, белил. Может быть, немножечко жёлтенькой. Но раз она уже есть, намешанная в тубе, почему бы не воспользоваться? Раз она уже продаётся как цвет. В общем-то, это делается для скорости, для лёгкости работы. Так-то, конечно, многие цвета, которые сейчас появились, можно составить самому. Но это всё время. Вы пока будете мешать. Время уходит, облака уплывают, сирень вянет. Света на листочках. Вообще, я не сторонник изобретать колесо, если уже есть какой-то готовый материал. Сейчас же много их. Добавляю королевское голубой. Чуть-чуть. Так, а вот эти листики, по сравнению с этим, у нас холодный свет, чуть-чуть потеплели уже, хотя они всё равно тыльной стороной развернуты к нам. Но насколько отличается этот цвет. Добавляю кадмий жёлтый средний. И всё равно он получается светлый. Добавляю ещё веридоновый зелёный. Вот, теперь, наверное, будет нормальный. Да. Теперь мы попали. Отличается и по тону, и по теплоте от левого края. В сирене листочки изящные. По-разному загибаются. Взяла веридоновую зелёную, кадмий жёлтый средний. Где у меня, может быть, ещё похожий цвет? Я так бегаю глазками. Вот здесь немножечко похожий цвет. Только в нём больше кадмий жёлтого светлого. Теплее чуть-чуть. Так, и на кончике листика будет тень от цветка, а вот здесь будет блик от окна. Потом вот этот, вот этот листочек. Кончик его бликом выходит. За листиками добавила королевской голубой, зелёный. Более холодный листочек подсвечен. О, там ещё будет торчать небольшая гроздь сирени. Дальше. Вернулись сюда. Здесь у нас листочек. Листочек перекрывает с собой цветок. Веридоновый зелёный в тень. Листочек не такой тёмный, посветлее. А вот его сосед тёмный. Умбра натуральная ленинградская. Веридоновая зелёная. Вот там в глубине тёмное листва. Так, и немножко больше жёлтого. Вот в этой глубине тоже есть тёмное листво. Но я стараюсь увидеть разность этого зелёного. Ещё кадмий жёлтый светлый. И как светится вот этот краешек. На листочке такой золотой каёмочкой. А в серединке поспокойнее листик. Добавила изумрудный в этот цвет. Вот этот рядышком. Добавлю ещё изумрудный. Веридоновый. Оп. Вот. Угу. Вернусь вниз. Вот тут чуть-чуть уточнила, тут чуть-чуть уточнила. Возвращаюсь вниз. То есть я всё время бегаю кисточкой по холсту. Я не застреваю долго на одном месте. Не стараюсь довести до совершенства какой-то один кусочек. Нет, сейчас надо сравнивать. Пишем так вот в целом. Опишу. Сейчас я в Веридоновый закрасила. И вижу, что там холоднее. Добавила изумрудный. И вон тот вот листик. Тот листик тёплый. Умбра натуральная. Умбра натуральная. Добавила в Веридоновую. И хочу ещё капут мертвым чуть-чуть добавить. Любименького. Вот здесь тёмный листик. Тёмное пятнышко между листиками сирени в этом месте. Тут подчёркивается ножка листа. Уходим в глубину. Угу. Здесь тоже краешком листика подчёркивается ножка листа. Ой, кстати, там ещё у нас будет гроздь. Её совсем не видно. Я её даже и не заметила сначала. Добавила акадмии жёлтой и средней. Охры. И вот тот листочек, который там на заднем плане затерялся. Обозначу. Так. Так. Угу. Также у нас в глубине добавила сиен натуральный для теплинки. В глубине есть листик. И на нём холодненький рефлекс. Такой холодненький рефлекс. Мягкий. Мягенький. Добавила жёлтый светлый кадмий ножка листа. Листик у нас завернулся. Малыш. Завернулся. Тут тоже завернулся. Оп. Здесь. Перехожу вот сюда. Переход хода. Переход хода. Угу. Раз. Листочек. Тёпленький. Тіпленький. Тёпленький. тень, потом блеснув на просвет кончик листика. Листики на просвет, как драгоценные, золотые. Изумрудный добавила, феридоновая изумрудная. Охры, надо добавить охры. Пишу соседний листочек, с этим на нём тень. И, очевидно, это у меня была сиена, вот охра кончилась, я переползла на сиену, да, получился такой тёплый. Тёплый-тёплый. Где же ещё такой тёплый мне найти? Наверное, вот здесь, вот листик. Раз, а за листиком, вон он, тёплый-тёплый. Тёплый-тёплый, красивый-красивый. И возвращаюсь, откуда ушла. Сюда. Так, тут будет ещё один туаторец, листик. И в глубину. Умбра натуральная, веридоновая. Глубина. Тёмная глубина. Так. И вот этот ущик тоже на тёмном. Угу. Ущик. Кончик листа, я имею в виду. Малахитовая зелёная, изумрудная зелёная. Вот. Так, теперь вот эта глубина. Умбра натуральная, веридоновая. Опа. Да. Да. Достаточно. Достаточно. Сейчас вот ещё вот здесь заметила, что можно ещё здесь листочек. Холодненький. Добавлю изумрудного в него, он холодненький. Вот. Теперь снова к цветочкам. Да. И глаз не замыливается, когда вы переключаетесь. И вы держите картину в целом. Так. Вот у меня на кисточке остался тёмный-тёмный. И я сейчас добавлю тёмную гроздь, которая ушла из зоны моего внимания. Вот за листиком её даже почти не видно. Капут Морту и фиолетовая. Браубергская фиолетовая у меня. Так. Вот здесь немножко. Вот там. Такая густая-густая ветка сирень. Густой тон. Вон. Тут проверяю, где может быть ответ этого цвета. Угу. Вот. Ну и теперь... И теперь, наверное, можно перейти... А вот ещё заметила у меня. Кобаль фиолетовый светлый неаполитанская. Неаполитанская телесная у меня. Вот ещё пропущенная гроздь сирени. А нам выгодно, чтобы сирень была большая. То есть пусть лучше будет больше, чем меньше. Есть вот у вас такой выбор. Выбор. У меня такой выбор. Так. И вот тут вот. Но тут уже холоднее будет веточка. Так. Значит, я добавлю больше белил. Ага. Вот довольно холодное. И белила у меня кончились. Сейчас выдавим ещё белила. Вот белила фирмы Брауберг ничем не отличаются от титановых белил в Ладоге или в мастер-классе. По консистенции, по ощущениям очень похожи. Так. Угу. 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 Теперь ещё белил и ещё белил в тот цвет, который у меня был на палитре. На палитре у меня был Капут Мордум фиолетовый и фиолетовый светлый. Сейчас я добавила фиолетовый светлый. Ещё немножечко подцветню. Вот он какой яркий. С белилами. Угу. Угу. И вот он salah с semicirion дум? Это сирени, шапочки сирени. Не цветочки, а именно шапочки. Ну а потому что мы не видим по отдельности цветочки. Мы когда прищуриваемся, они у нас вообще сливаются. А чтобы увидеть тон, мы прищуриваемся, да, какого тона. Чтобы увидеть цвет, мы широко открываем глазки. Так, это веточка, да, вот тут ещё у меня будут зелёные листики, которые... Тут беленькое, беленькое немножко подвяло, к сожалению. Тень, перехожу в тень. Охра мне нужна, закончилась, выдавлю. Охра светлая, я пользуюсь фирмой Владога. Потому что и в Владоге, и в мастер-классе эти краски, по-моему, одинаково хороши. И по светостойкости у них три звёздочки в обоих вариантах. Так. Вот. Вот, вот, добавила охры. Продолжаю формировать объём, объём вот этой грозди. Вот эти касания мягкие уходят туда, мы почти их не видим. Так. Так. Почти не обращаем внимания, скажем так. Увидеть-то можно всё, но когда мы смотрим в целом на букет, вот, допустим, вот эти вот тени не важны для восприятия общей формы. Детали в них не важны. Даже наоборот. Нам нужно сделать всё в тени мягким, чтобы заработали цвета, чтобы показать главное. Это и в портрете, и в пейзаже, и в живописи цветов, натюрмортов разных. Просто такой закон. В тени всё мягкое, контрастов там нет, всё сливается. Просто мы так видим. Можно сказать, даже не закон изображения, а закон восприятия. Так. Вот. Касания в тени мягкие. Жёсткие касания выходят на передний план, мягкие касания уходят на дальний план. Так. И переберусь теперь к цветам на самых тёмных гроздях. Вот я заложила тени уже на светлых. Теперь можно начать, вот как мы изначально говорили, что грамотный путь ведения работы с самых плотных. Опять же, это нежёсткое правило. То есть каждый художник, он, конечно, может, как ему удобно делать. Но классическая схема работы над картиной проще. Не даром же мы учимся по какой-то системе. То есть да, есть система, как проще сделать, как там быстрее дойти до финиша. Ну вот, практика людей разных поколений говорит о том, что так проще. А вообще, как вы будете, это, конечно, ваше дело. Может быть, кто-то скажет, а мне так неудобно. Ну, пожалуйста. Но я советую, конечно, начинать с освоения грамотного способа работы. От тёмных к светлым. Ещё почему такой способ? Потому что светлые, допустим, самые белые, это ваш холст. Он у нас без имприматуры. Он белый. И поэтому он уже работает этим белым. Не получается эффекта негатива, если вы работаете от тёмных к светлым. Ну, если уж вам прям вот очень захотелось наоборот, попробуйте наоборот, да? Попробуйте разные подходы. Так. Что-то я увлеклась болтовнёй и увлеклась этим куском. Нет, не увлекаемся. Переходим на второй. Цветочек тёмненький. Раз, масса. Два, масса. Три, масса. Четыре. Четыре. Шапочка. И поворот. На повороте кобальт фиолетовый светлый. И сиреневый хинокридон. Хочу сиреневый хинокридон добавить и сюда. Так. И капот мертвым. Зря я там уже вот в детальке. Я детальки сейчас чуть-чуть замажу, которые я там наметила. Так. Вот. Ага. Чуть-чуть объёма сюда добавим. С тёмными разобрались. Вернёмся к светлым. А ещё лучше к вазе. Потому что здесь мы уже пописали, а ваза у нас до сих пор как белоснежка. Я возьму другую кисточку. Вот у меня уже две кисточки запачканы. Одна была для цветов. Вот эта. Другая для листиков. Вот. Вот. Теперь возьму третью кисточку. А для фона была та же, которая для цветов. Потому что тёпленькие вот эти. Они были близкие. И разбавитель. Петербургская серая. Не обязательно иметь у себя петербургскую серую, но я тоже люблю что-то новенькое попробовать. поэтому купила. И смешалась она у меня с королевской голубой. Ну вот я её тогда сюда нанесу. Между, скажем, светом и тенью в районе тёмного света. Свет будет холодный. Добавляем кобелью. сюда. Королевская голубая белила. Здесь будет листик. Не хочу его закрашивать белым, чтобы потом не бороться. А в тени тёпленький цвет. сейчас сделаем тёпленький цвет. Добавим охры. Охра и, наверное, малахитовая зелёная. Мне она очень понравилась. И в портрете тоже она хорошо себя ведёт. ну вот. Такой объёмчик у нас получился. Дальше. Дальше. Что же делать? Наверное, делать свет на наших гроздьях. Итак, свет на наших гроздьях. Кисточка вот эта большая. Я с неё счищу мастихином основную красочку. ставлю её на палитре. Мастихин вытираем. Мне показалось, что я чуть-чуть подвинула. Оп! Возвращаю зону фокуса. Если это мне правильно показалось, не знаю. Может, наоборот, сейчас всё размажется. Так. Вот. Кисточка у меня уже была в какой-то сиреневой вот этой смеси. Я добавляю туда белил. И возвращаюсь вот к этому соцветью. Свет на нём холодный такой свет. Ещё чуть-чуть выдавим белил. холодный свет. Я стараюсь мазками создать фактуру цветочков. Я их не прорисовываю. Я создаю такую ну, что ли, неровность. фактуру дальней я вижу покраснее и добавляю вот этот цвет, как он называется у меня. Вот такой. Слишком сиреневый получился. Белил. Вот так посветлее. Добавляю к адми красный светлый. Да, вот такие маленькие плюшечки. так переходим на соседку соседняя гроздь. Соседняя гроздь у нас конечно темнее. больше в тени. Больше отвернуто от света. Так. И кончик у нее конечно надо засветить. вот этот кончик я имею ввиду и здесь вот этот вот кончик. Так. Что там? Там тоже глубина. Глубина теплая глубина. Добавляю охры в то, что у меня на кисточке. Так. темная глубина есть. Так. Теперь светлая ближина. Темная глубина светлая ближина. Так. Кадмий красный светлый белила. Так. пока оставим цвета на дальних соцветиях. здесь будет листик. Здесь охра. Ай, как жалко, что у меня беленький подвял. Подвяток какой-то. Так. И еще добавляем охры в голубин. Возвращаюсь к листочкам. Не застреваю на букет, на цветках. Возвращаюсь. То есть, тут я уже набрала, в основном закрасила. Теперь листва. Закрашиваем вот эти белые пятнышки, потому что они сейчас, ребят в глазках мешают, кричат каждый. Посмотрите на меня, посмотрите на меня. Типа как кричат «Мам, я здесь, иди сюда». В общем, чтобы они успокоились. закрашиваю. Умбра натуральная веридоновая. Вот это глубина. Что здесь? Зеленый, правильно. Плюс изумрудная сюда. гуляю опять же по всему холстику. Я гуляю по всему холстику. добавлю-ка я кобальд фиолетовый светлый в зелень. Вот допустим вот в эту тень. Там еще рефлекс от самого цветочка. листики здесь. веридоновая веридоновая кадми желтый светлый туда. ультрамарин ультрамарин добавила. королевская Так. горьше. Добавила королевская голубой. свет прям почему-то такой именно на этом листике явно холодный ну и главное не увлечься вот я сейчас этот кусочек пишу и чувствую что уже я залипаю в него надо уходить ходить дальше разворот листа блеснул своей золотой каемочкой на просвет кадми желтый средний веридоновое зеленое плюс чуть-чуть белил вот здесь похожий плюс белила изумрудная плюс изумрудная добавила плюс веридоновая так надо бы пойти вверх посмотреть что с листиками наверху тут у нас уже много закрашенных листиков вот какой красивый свет какой красивый свет веточка это ближе к нам заодно сделаю свет на соседних листочках подчеркну еще больше и все таки опять надо перебираться наверх и тут у нас не сделано вот два листика раз два а тут эта ткань и еще белый цветок и после шапочки зеленые листы вот туда я сейчас и пойду совсем не сделанные после вот этого после вот этого листика раз дальше сгиб листика два вот блеск на вот этом черешок его блик на нем возвращаюсь сюда прихожу к веридоновому веридоновый веридоновый дай мне краски так закрашиваем опа так тень тень веридоновый и умбра натуральная оп ... дальше дальше вот это листик зелененький кадми желтый светлый веридоновый изумрудный Ну, вот у меня уже такая на палитре плюшечка, вот. Я сюда добавляю разных оттенков. И сейчас побольше изумрудной возьму. Ага, вот он. А это что? Это он вот отсюда начинается. И волной оп сюда. А кисточки, которыми я пишу, синтетика. Видите, какие они мягкие? Как мягко ложится мазочек. Тут немножко умбрычки, немножко тени. Немножко умбрычки, немножко кадми желтой, средней. Так. Ну вот, довольно плотная группа, как там и есть. Довольно плотная группа. Со светящимся кусочком листа. Дальше. Вот зеленый листик. Оп. И средные там листики. Оп. Дальше. Вывернутый листочек белила. Малахитовое зеленое. Так. Оп. Свисающий листик. Свет на нем. Это же свет на нем. Больше белил. Да, он больше выступает. И вообще он больше. Значит, кадми желтый, светлый, изумрудный. И вверх подняли. Он у нас на просвете. Красивый. Так. Кадми желтый, светлый. Добавим и сюда. Так. И в глубину там тоже какой-то листик. Да, листик. Там. Там тоже какой-то листик. Здесь просто точка. Никаких листиков. Просто точки. Убираю эти просветы. А здесь это листик. Значит, листик закрашивается листиком. Листик становится листиком. И тень на вот этом листике от соцветия. Такая. здесь. И немножечко фиолетовый, светлый. Да. Пусть будет такой рефлекс на листочке. от цветка. А здесь в тени отвернутый листок. Вот мы дошли до верхних листиков. Раз. Раз. Листик. Два. Листик. Листик. И он тепленький. Потому что тут на просвет. А там, где он подставлен, свету более холодненький, возьму малахитовую и королевскую голубую. Два. Два. И здесь. Оп. Рубашечка листа. Вот. Так. Здесь не закрашенная. Возвращаемся в этот кусочек. Возвращаемся и видим, что здесь довольно темный листок. Вот этот темный. У него вывернулся светленький краешек. Самый темный. И второй светленький краешек у него с другой стороны. Вот он. Угу. Это у меня. Вот этот листик. Это от него кончик. Да, тут я немножечко запуталась. Вот тут. Сейчас распутаемся, закрасим такие точки и распутаемся. Так, это листик за вазой уже. Изумрудка и умбра. Проверка записи. Запись идёт, ура! Надеюсь, я ничего там не испортила. Ничего ниоткуда не выдернула и не сбила. Продолжаем. В основном дырочки в листиках закрашены. Остались вот эти белые цветы. Значит, мне для них придётся взять новую кисточку. Возьму вот эту маленькую кисточку. Как раз буду использовать её уже потом для мелких деталек. Итак, белая сирень. Тёплая в тени. Я смешиваю малахитовую. Вот с этой вот какой-то массой, которая у меня на палитре есть. Тут охра. Немножечко кобальт-фиолетовый светлый у меня оставался. Добавлю туда телесную неаполитанскую. И что у меня получилось? Вот получилось примерно так. Охры надо ещё добавить. Добавляю ещё охры. И ещё хочу малахитовой. Всё-таки она подвявшая, не так хороша. Эх, и этот листик, и этот листик немножко ближе на самом деле. Ну ладно. Это можно сделать, конечно. Их близость показать можно не делать. Но тряпочка у меня сегодня почти чистая осталась. Потому что я работала разными кисточками. И свет на этом белом. Вот я почти всегда закрашиваю сначала тень, потом свет. Королевская голубая белила. То, что было у меня на этой кисточке. И я сюда прихожу. Так, ещё хочется добавить жёлтенькой. Кадми, жёлтый, светлый добавляю. Кадми, жёлтый, светлый. Слишком получился. Добавляю на пять королевской голубой белила. Неаполитанской можно. Вот. Ну, как-то так, да, пойдёт. Так, закрашиваем эти беленькие дрызги. И на кончике, на кончике посветлее. Опа. Да, как-то так. Здесь. Так. Вот, пожалуй, с белой то мы и разобрались. Это листик у меня не закрашенный. Надо будет к нему вернуться. Теперь закрашиваю я вот это пятнышко, наверное. А вот ещё, что здесь у меня? Здесь у меня сиреневая сиренька. Сиреневая. Красавица. Но яркая. Возьму я белила и кобальт фиолетовый светлый. Сделаю яркую, красивую. Так. 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 Угу. Да. Ну, пока пойдёт, пока пойдёт. Здесь. Закрасим. Здесь. Закрасим. Здесь. И фон, конечно же. Фон. Фон, фон, фон. Фон, фон, фон. Фон, фон. Белила. Кобальт фиолетовый. Вот он у меня тут остался. И в него я добавлю кадмик красный светлый. Получится фон. Закрасили раз. Чуть-чуть больше белил, потому что здесь свет. Два. Здесь ещё листики. Три. Четыре. Пять. Угу. Шесть. Здесь у нас листики и кадмик красный светлый добавила. Семь. Закрашу восемь. Вот эти вот, чтобы не стреляли пропуски из темноты. Так. И тут тёмная сирень ещё у нас. Опа. Как будто мой ртом тёмный. Вот. Закрашено. Дырочки закрашены. Ура. Да. Теперь у нас последняя по сделанности. А, вот ещё дырочка. Ох. Не заметила её. Так. Закрашиваем плотненьким, плотненьким фоном. Кадмик красный, светлый охра и то, что было на кисточке. Вот так. Ну вот. Теперь закрасила. Да. Теперь закрасила. Самое не сделанное у нас сейчас ваза. Ещё одна дырка в листике. Сейчас ещё одну дырку в листике я закрашу. Так. Листик. Ой-ой-ой. И вот я этой кисточкой маленькой, которой делала белую сирень, влезла таки в зелёный. Это я нахулиганила. Положу я её и возьму снова зелёную кисточку. Нет, не в том смысле, что так нельзя прям влазить. Просто потом мне их больше мыть. Можно, конечно. Если вы не ленитесь. И уж, конечно, не бойтесь испачкать кисточки и не бойтесь перевести материалы. Потому что особенно, когда мы учимся, ну это расходные материалы. Что ж делать? Не экономьте выдавливать красочки на палитру. Потому что иногда начинающие художники пишут двумя красками. Потому что им просто даже лень выдавить краски на палитру. Потому что потом они засохнут, их придётся выбрасывать. Ну, друзья, всё равно всё пройдёт. И жизнь, и живопись. Если уж чем-то вы решили заниматься, то давайте серьёзно заниматься. Вот ещё один листик притаился. Ага, вот моё место халтурное. Так. Ну, как-то так. Сейчас тёмный листик сделаем здесь, вон там тёмный. Угу. Ладно. Переходим к вазочке. Вот. Так лучше я испачку эту кисточку цветом вазочки. Ультрамарин. Ультрамарин и мой любимый капот Мортум даст такую темноту. Немножко приглушит ультрамарин. Вот. Чуть-чуть белил я добавила. Так. Узор. Намечаю узор. Возможно, это не обязательно. Картина была бы и без этого узора уместно. Да. Ну, вот я решила сделать. Ультрамарин. Чуть-чуть фиолетовый. Там такой нежный цветочек. Опять же, не вырисовываю точные подробности. Ну, я примерно намечаю, что здесь узор. Синий узор. Синий. Синий. Цветы. Угу. Так. И нам нужно, чтобы он потом не спорил с сиренью. Вот в этом сложность, чтобы он не отвлекал на себя внимание. Как вот те дырки, чтобы не кричал, посмотри на меня, посмотри на меня. Ну вот, какую-то часть сделала. Хочется теперь сделать сиреньку, правда? Потому что тут уже есть узор, а тут еще какая-то однородная масса. Для этого что мне понадобится? Кисточка побольше. Хочу взять кисточку побольше. Возьму пока вот эту. Белила. Кобальт фиолетовый светлый. И кончик цветка. Вот эта гроздь у нас самая ближняя. То есть, по идее, мы ее лучше всех остальных видим. Значит, мы можем разглядеть в ней отдельные цветочки. Так, и вот эта тоже довольно близкая. Как мягко свет обнимает вот эту гроздь. Как постепенно цветочки уходят в тень. А вот здесь не постепенно, а здесь тень от листочка делает резким переход. Так. Чем больше у нас будет разнообразия. От резкого к мягкому и плавному. От темного к светлому. Тем интереснее будет разглядывать нашу живопись. Мы как бы расширяем эти границы, постоянно их увеличивая. Отодвигая друг от друга. Вот тут вот листик. И видите, я почти всю подложку закрасила. Ну, где-то она у меня есть. Тот подмалевок, который был изначально. То есть как раз таки дырочки не светятся. А вот где-то на светах, вот, вот тут вот осталось. Чуть-чуть. Так, так. Теперь я уточняю детали. Кисточку беру поменьше. Вот, допустим, вот этот листик у меня какой-то прям лопух. А он же не лопух, он сирень. Что ты, а ну-ка соберись, не быть тебе лопухом. И надо нам его облакоротить. Облагораживаем. Так. Облагораживаем капот мортумом. Так. Заворачивается и гроздь. Заворачивается и гроздь. Так. Немножечко детализации. Внутри вот этого объёма. Но тоже не увлекаемся. Всё-таки у нас главные детали должны быть поближе. Ага. И вот сюда тоже посмотрим. Здесь кончик листа на фоне плотного. Нам это выгодно. Всяческие контрасты, которые вытянут близ лежащий объект по сравнению с дальним. Так. Угу. 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 Снова возвращаюсь на передний план. Возвращаюсь. Угу. Я не буду использовать. И вот какие-то детали. Вот цветочек сиренки. здравствуй цветочек так охра чеплинка глубина здесь глубина этот нюанс цвета кадмий красный кобальт фиолетовый светлый белила и то что у меня осталось на кисточке вот сюда и заворачивается вот этот вот носик чуть-чуть кадмий красный пурпурный какие-то плотности немножечко я добавляю ну и это по моему надо смягчить потому что она все таки там все таки но завернута сейчас выдавлю еще белил немножечко еще белил выдавливаю добавляю в тот цвет который у меня был так еще фиолетовый светлый ну вот я про вот этот плюшечка все здесь работаю вот вот так помягче то есть я сделала помягче здесь немножко посветлее заворачивается светится хвостик так чуточку возьму ультрамарина и сделаю на просвет а лепестки вот на этой плюшечке цветка так то есть немножко детальку хочу я добавить немножечко деталек это вот конец уже работа близится к концу и сюда а вот здесь контрастно тесте это все более мягкое более мягкое то я говорю вам более мягкое эй не вылазьте так сейчас еще чуть-чуть здесь деталек вот чуть-чуть деталек а вот здесь все более контрастное по отношению вот к этому например вот этот кончик кончик рядом с белилами белилы фиолетовый светлый вот у меня они вот белила фиолетовый светлый хочется положить что-то плотное потому что тут прям большой контраст еще немножко потемнело на улице мне кажется усилился наш контраст так я возьму кобальт фиолетовый светлый и хинокридон ось такой цвет получился яркий ну и сделаем вот этот кончик и еще хочу капут мортума немножечко добавить он даст тона вот он дал плотный тон сразу так фиолетовый светлый фиолетовый светлый так и в глубину глубина глубина теплая с охрой и здесь нет контраста в тени как мы знаем все мягко так фиолетовый светлый мягко 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 вино х мягко камера ти она За листиком. Фиолетовый хинокоридон, капут мортум. Фиолетовый хинокоридон, капут мортум. Дальние цветочки не прорисовываю, но где-то можно добавить контраст. Вот, например, я добавила, этот листик выходит сразу на нас. Еще играет роль, что я взяла мелкий модуль кисти, другой модуль. Когда все одним написано, это тоже считывается. И кое-где требуется проработки другим модулем кисти. Опять же, где нам нужно создать другую фактуру. Вот, например, у нас это написано свободно. Фон свободно, вот так, жизненько. Листики написаны вот так. А сиренька другая. Сиренька состоит из маленьких, как мозаика, цветочков. И чуть-чуть подчеркнуть ее строение. Вот немножечко создать эту мозаику другим модулем кисти. Это подчеркнет ее природу. Вот она уже собирается в более понятную сиренку. Мягко-мягко вдалеке и контрастно при выходе на свет и приближении. По такому же принципу пишется и все остальное. О, нашелся незакрашенный кусочек. Я имею ввиду от общего к частному и обратно. Туда-сюда. 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 Добавлю-ка я туда ещё плотного тона. Вот я беру из своей кучки зелёных, смешиваю с охрой и с охрой красной. Да, вот какой-то такой более весомый цвет, тон. И сразу она под листочки, эта вазочка загибается. И чуть-чуть умбрычки добавлю, прямо под листы, чтобы ушло. Потому что вазочка под листами тёмная. Да, теперь ультрамарин фиолетовый. И продолжу делать узор. Намечать узор. Чтобы в этой части вазочка не была обделена узорами. Ультрамарин фиолетовый. Добавим к Апут Мортум. Почти весь кончился. Так. Ультрамарин. Ещё немножечко добавлю. Тут у меня нет задачи именно повторить узор точно. Но я стараюсь повторить его структуру. Вот, как-то так у меня получилось. То есть, это не портрет вазы. Это портрет сирени. Хочется уточнить листики на переднем плане. Вот теперь работа ведётся пошагово. Вот мы прошли какой-то этап. Смотрим в целом, что самое слабое теперь. Что хочется сделать ещё. Сейчас листочки. Все они примерно у нас одинаковые. Но вот эти ближние надо показать подробнее. Я беру опять же веридоновую. Смешиваю с умброчкой. И у нас тут в листиках самый большой контраст. Вот между этими двумя. Они сразу помогут выйти веточки на передний план. Если мы их расклеим. Раз. Так. Вот этот листик. И вот этот. Касание. Касание. Опа. Явно потемнел за окошком. Веридоновая изумрудная. Веридоновая. Здесь вот этот листочек подчёркивается. И глубина. Глубина. Богатые листва. Разнообразные. Так. С цветами. Касание мягкое. Касание мягкое. Касание. Касание. Касание жёсткое. Потому что сюда нам надо вытащить. Изумрудный побольше. Вот. Вот у меня ещё кусочек остался не закрашенный. Просвечивается под малёвок. Ну и пусть просвечивается. Это что такое жёлтенькое? Ой, наверное, листочек опустился какой-то. Я даже не вижу его сейчас. Сейчас. Просвечивается под малёвоком. И беленькая там сиренька. Между веточками просвет плотнее. Не просвет получается, а протень. Между веточками протень плотнее. Так. Потом вот этот листик у меня слишком откровенно изумрудный. Правда? И я его хочу чуть-чуть усложнить. Я уже мешаю из красок, которые у меня есть на палитре. Беленький, фиолетовый, зелёный, который тут был. Так. Ну, вот так вот он будет поинтересней, наверное. Так. Это с желтинкой у нас. Добавлю больше желтинки для разнообразия. И вот этот листик. Мне кажется, простоват. Тут у него есть загиб. Вот. Вот его загиб. И веточка есть. Можно нарисовать веточку. Веточка. Умбра. Жёлтый, тёмный. Зелёный, который у меня был на палитре. Составленный, наверное, из веридонового и изумрудного. Тёмный. Тёмный. У меня закончился веридоновый практически. Надо его выдавить. Будет, ещё. Вот Вот этот очень контрастный листик, а он у нас в глубине. Нужно этот контраст как-то убрать. Как уберем? Наверное, уберем с помощью фона. Возьмем этот красненький, который был на фоне, и вот как-то им смягчим. Ну вот, примерно так. Чтобы листики с заднего плана не вылезали, я смягчаю их касания. И вот эти касания с сиренькой тоже. Вот так. Возьму большую кисточку. А это у меня в зеленом кисточках. Помою немножечко. А красный светлый и желтый темный. Чуть-чуть намечу тень от вазы. Тень от вазы. Чтобы у нас не была забыта. И возвращаюсь снова к переднему плану, к сирене. Так. Вот осталось уже чуть-чуть. И это, пожалуй, самый сложный момент. Понять, до какой степени надо вести работу дальше. Это сложный этап. В живописи картины вообще. Даже, может быть, не столько натюрморта, сколько портрета, жанровой картины. Потому что на этом этапе какие-то удачи, которыми вы гордились, может быть, мешают целому. И от них приходится отказаться. Закрасить какие-то дорогие кусочки. Ради целого приходится жертвовать частным. Такое часто бывает. С цветами, конечно, проще. То есть вы выбираете какой-то ближний кусочек и стараетесь его более внимательно проработать. Но при этом так, чтобы не потерять общей свежести и легкости написания. Я беру белила, кобальт-фиолетовый, светлый. И у меня немножечко... Здесь уже есть кадми красный... А, кадми пурпурный. А, кисточки? А, кисточки? Вот вроде бы и цветочки, и не цветочки. Такие пятнышки. Такие пятнышки. Угу. Угу. Жесткое касание вышедшего кончика. Жесткое касание вышедшего кончика. Здесь тоже... Вayım. В setzenę. В Arsenio. Нет. Я уже ограничена вышедшего кончикации, это мебель. Покуплено несколько раз. Продолжение следует... 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 Так... 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 Угу... 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 Ну вот, свеженькая у нас получается сиренька. Свеженькая. Майская. Ну а как же не свеженькая? Месяц май. Самый свежий месяц. Самый у нас радостный, наверное. Потому что закончилась зима. Закончилась холодная долгая зима. Глубина. Глубина. Еще разочек. Так... Угу... Угу... Вот... Появились детальки. А значит, наша живопись и наше занятие на сегодня подходит к концу Всем, кто был со мной, спасибо Если вам понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь Напишем что-нибудь еще Оставляйте комментарии, что бы вы еще хотели написать Может быть, это будут какие-то цветочки определенные Может быть, вообще что-то другое Осталось поставить подпись И работа наша будет готова Вот так Здесь еще веточка Угу За букет отдельное спасибо моим дорогим ученикам А именно Ирине Сверидовой Желаю написать еще много-много красивых букетов Еще впереди у нас Долгое-долгое Цветочное Лето Цветочное Облачное Чудное В общем, еще есть где разгуляться Работайте с натуры Так И тут листочек Опа Работайте с натуры И смотрите мой канал С вами была Виктория Харченко Всего доброго Пока-пока 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 Субтитры